Друзья мои дорогие, доброе утро! С вами Катя. Я вас приветствую из нашего города, из Кенчано-Терми. Для тех, кто первый раз попал, попали на мои первые, вторые, третьи каналы, я хочу представиться. Я являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана, я являюсь журналистом. Ну и, как всегда, под сюжетом в описании я оставлю ссылки на все мои три канала на данной платформе. И там же будет ссылка на мой телеграм-канал. Ну что ж, друзья, сегодня мы с вами едем не просто в Рим, мы сегодня с вами едем в Ватикан. Туристы заказали экскурсию в музей Ватикана. Сегодня экскурсия у нас длинная, на пять часов. Сегодня по средам проходит папская аудиенция, поэтому начинаем рано, начинаем в девять часов и заканчиваем Ватикан в районе двух с пинакотекой. Друзья, жара. Ну, очень хочется, конечно, надеяться на то, что не будет так сегодня в Риме, как позавчера. Потому что позавчера не просто жара была, а, вы знаете, вот такая вот липкая, стопроцентная влажность. Ну, лето есть, лето, люди в любом случае приезжают, чему мы очень сильно радуемся. Ну, вот, друзья, ровно девять часов и мы в музеях. Да, сегодня с утра, как называется, людей немного, потому что аудиенция, по средам проходит папская аудиенция. В общем, сразу мы начинаем санитарные паузы. Вот. А дальше вот они, наши ваучеры на музее Ватикана. Сейчас билеты покупать не надо, то есть их не надо менять на билеты. Их вот там пробиваешь прямо на входе, и все, и идешь дальше. По поводу, я вам расскажу, да, и в Италии, как к этому относятся музей кареты. Мерседес. Ну, красиво. Красиво, элегантно, да. И вот флаг Ватикана, обратите внимание, посмотрите, желто-белый, видите, тиара и два ключа. Да. Это уже все 20-е столетие. Пинокотека Ватикана. Рафаэль, оригинал, преображение. В Базилике Святого Петра мозаичная копия. О, мои туристы. Двор Еловой Шишки. Вот она перед нами, друзья мои. Вот она, Башня Ветров, где был составлен новый календарь Григорианский. И появился Високосный Гол. И все, мы сейчас уходим в тень, потому что пекло, 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 пекло. Комната Рафаэля. Изгнание Гелиадора из храма. Вот он, Гелиадор, смотрите, видите, который пытается украсть деньги из храма. Сейчас мы вот так пробежимся для подписчиков. И продолжаем. Друзья, внимание, вот сюда. Это Афинская школа. Отсюда начнем. Последняя комната Рафаэля. Это Остия, победа над сироцинами. Вот пожар. Видите, папа, который остановил пожар в Риме. А вот это вот Горящая Троя и Эней, которые вывозят своего отца и выводят малолетнего сына. Сейчас идем в капеллу. В базилике мы. Сегодня у меня пятичасовая экскурсия по Ватикану. Друзья, все показала. Хорошо, что все-таки музей. Потому что очень жарко сегодня. Ну, просто очень-очень и очень. Людей очень много. И в музеях Ватикана, я, если честно, думала, что с утра будет поменьше. Думала, что будет аудиенция папская, потому что по средам она проходит на площади. Но начался месяц июль. И в июле аудиенция не проходит. Хорошо. Поэтому достаточно быстро мы преодолели музей Ватикана. Через час заканчиваем. У меня туристы пошли послушать орган. Одна из моих туристок, она играла на органе. Они из Нью-Йорка. Наши россияне из Нью-Йорка. Мои же подписчики. Мои же подписчики. Кажется, у меня перегрелся телефон. Они туго включаются и выключаются. Площадь Святого Петра. И вот отсюда, из этой точки, сливаются все колонны. Смотрите, какой мне сприт принесли. Мои коллеги. Пауло, пачао. Пачао. Скажи, пожалуйста, тебе нравится русский язык? Очень нравится. Ты был в России? Да, много раз. Где ты был? В каких странах? В Ленинграде. В Ленинграде. И в других местах тоже. Тебе понравилась Москва, Санкт-Петербург? Будем надеяться, что поскорее это все закончится. Спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzSI. Субтитры сделал DimaTorzSI. Мои дневные коллеги. Такая вот шляпка на мне. Надета, смотрите, пожалуйста. Но это не моя шляпка, это вот моего коллеги, который местно будит у меня. Стофангучи у него шляпка. Мне кажется, что она мне идет. Кофе принесли. Амару мы ее называем. Кинчан. Очень вкусные вещи. Рафа, 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 по-чау, а не искрите. А ну! Друзья мои дорогие, ну я хотела бы записать такое небольшое видео, коротенькое видео. Значит, мне прислали мои подписчики вот такое вот письмо. Значит, некая экскурсовод. Я имею представление, о ком идет речь. Димитрук. Димитрук, я не знаю кто. Ну, не то чтобы я не знала. Давайте я не буду кривить душой. Потому что несколько месяцев тому назад я данному персонажу позвонила. Позвонила ночью. Я знаю, что я перешла границу правил цитатности. Я сказала, что я от Газпрома. И будьте так любезны, проведите, пожалуйста, экскурсию для нас, для Газпрома. И нас в первую очередь интересует культура, русская культура Венеции. И мне было сказано, что если время есть, то, пожалуйста, я это все сделаю на русском языке. Достаточно грамотном русском языке. Значит, вот сегодня мне прислал это сообщение мой подписчик, что я не знаю, в чем там цена была вопроса, обращения по поводу проведения экскурсии. Если я выставляю скриншот, читайте, язык, который не существует. Русский язык не существует. Вы так считаете, что русский язык не существует в формате Италии? А вы кто здесь, в Италии, чтобы считать, что русский язык существует или нет? Когда практически все университеты итальянские, они заточены по тому, чтобы итальянцы изучали русский язык. Вы жите в какой-то там иллюзии, в какой-то виртуальной реальности, которая не существует. И потом, еще одна важная деталь. И это не первый эмейл, который мне приходит. Чем вы занимаетесь? Вы собираете деньги на дроны. Здесь, в Италии. На военные дроны. А вы знаете, что все про что существует законодательство Италии? Статья, 11 статья итальянской конституции. Ну и другая статья. Я сейчас приведу скриншот. Кстати, это не первый раз, когда мне в мои подписчики это присылают. Вы занимаетесь пропагандой ненависти. Пропагандой войны. На территории страны, которая к вам не имеет никакого отношения. Никакого. Почему вы решили? Почему вы так думаете, что вам здесь можно все? Очень сильно ошибаетесь. Вот они, вот эти вот загорелые, которые там проходят. Они тоже думают, что переехал сюда, в Италию, или там в Европу, или куда-то еще. И ты можешь делать здесь, как левая нога захочет. Это неправда. Здесь существует конституция. И здесь существует законодательство. Нельзя так делать. Если вы приезжаете сюда, будьте так любезны. Забудайте, пожалуйста, законы. Потому что в противном случае, любая ситуация, военная ситуация, она рано или поздно заканчивается. А потом мы считаем, кто был прав, а кто виноват. Вот и все. Поэтому собирать деньги на дроны, на военные, на улицы, по крайней мере, минимум две уголовные статьи. Вы уже себя накосячили. И вот эти вот люди, которые ей прислали вот эти сообщения на мейл, они там, видимо, по всей вероятности, вели какую-то определенную переписку. Но мы, россияне Италии, мы подсчитываем, мы знаем, кто вы такие. И наступит момент, когда все вот это вот ваше беззаконие мы принесем в прокуратуру Рима, Венеции, Сиены и Флоренции. Я думаю, что я объяснила достаточно четко. И спасибо большое, что смотрите. Я вас очень люблю. И мы с вами увидимся в следующий раз. Товарищи, мы сейчас находимся в Сан-Петро, в стационаре, в железнодорожный вокзал Сан-Петро. Мы едем к Макарезе домой, на дачу, на нашу. Слушайте, вот я хочу сказать, ну, вот эти вот машинки, которые стоят за моей спиной, то есть приходилось пробиваться. Ой, ну, я не знаю, я ничего не понимаю, не работаю. Не работают никаким образом. Там 2 евро, 3 евро они съели. И в результате не пропустили. Пришлось пробиваться через турникеты. Я очень сожалею. Вот то, что происходит в стране, я реально сожалею. Потому что такая замечательная страна, как Италия, она, ну, даже близко не заслуживает того, что она имеет. Нет, не хочется думать, что это все благодаря тому, что приходится содержать вот эту вот операцию военную, которая происходит на Востоке Европы. В общем, вот кто там из этих граждан поддерживает всю эту вту, ну, постыдитесь. Постыдитесь. Просто Италия, ну, 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 не щает. Реально не щает. И, извините, нет, не термин, а Сан-Петро. В Сан-Петро. Это какой-то кошмар, что здесь творится. Здесь вообще небезопасно находиться. Друзья, мы в поезде. Значит, кондиционер только шумит, но он, в общем, никакого холода не издает. Я думаю, что здесь примерно 45 градусов, не меньше. Потому что в сторону Макарейзи, в сторону нашей дачи, интерсити нет. Поэтому приходится пользоваться обычным. Шум идет. Туалет воняет. Я просто передать не могу как. Мы уже несколько поменяли вагонов. Нигде не работает кондиционер. То есть где-то он вообще либо молчит, либо шумит, но холода никакого нет. Но, в общем, ехать нам недолго, ехать 15 минут. Поэтому надеемся, что мы не сваримся. Где-то так.